МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, сегодня в поселке Усть-Кенельске открывается Поволжская агропромышленная выставка, организатором которой является Региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также правительство Самарской области. В прошлом году главному сельскохозяйственному событию губернии был присвоен статус мероприятия федерального значения. Поволжская агропромышленная выставка ежегодно собирает под свои эгиды более 500 представителей сельскохозяйственного сектора и свыше 50 тысяч гостей. В ходе ярмарки отечественных сельхоздостижений планируется проведение деловой части программы. Участники форума получат исчерпывающую информацию по актуальным вопросам применения передового оборудования и современных технологий сельхозпроизводства. В агропромышленном фестивале принимает участие и Сергьевский район. Свою лучшую продукцию на выставке представят как крупные районные сельхозпредприятия, так и крестьянские, фермерские и личные подсобные хозяйства. Уважаемые жители Сергьевского района, по информации Приволжского УГМС, в ночные часы на 23 сентября местами по Самарской области на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 1 градуса. Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, быть внимательными и осторожными на дорогах. Уходя из дома, пожалуйста, закрывайте балконные двери, выключайте электроприборы. Заморозки также представляют опасность для сельскохозяйственных растений в осенне-весенний период. Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой. При нахождении в опасности или для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий, а также при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому телефону спасения 01 или 112 со всех операторов. Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 846 337 72 82 и единый телефон доверия Центрального регионального центра МЧС России 8 499 449 89 89 В эту среду для представителей муниципальных средств массовой информации была проведена экскурсия по объектам, которые сейчас активно строятся в городе Самара. Они примут чемпионат мира, среди них и знаменитая Самара-арена. Насколько готов стадион и на каких объектах еще побывали гости, об этом нам расскажут наши отрадненские коллеги. Работа кипит. Новый стадион – это самый главный объект чемпионата мира по футболу 2018 года. За два года отрадненская делегация посещает строительство Самары-арены уже второй раз. Сейчас, как и тогда, на этом объекте ведутся активные работы. Строители уже собрали купол стадиона, идет монтаж кровли, а параллельно с этим процесс раскружаливания, демонтаж временных поддерживающих конструкций. Полностью их уберут, когда специалисты проверят все сварочные швы. Также строители продолжают внешнюю отделку, покрасят купол и бетон. Работы идут и во внутренних помещениях. Готовность стадиона – более 70%. Строительство Самары-арены должны завершить до конца текущего года. Строительство стадиона Самары-арены началось еще в 2014 году. Его вместимость будет составлять 45 тысяч зрителей. А стоимость строительства оценивается в 18,2 миллиарда рублей. Еще один значимый объект – новая трамвайная ветка от улицы Ташкентской до стадиона. Именно по ней во время Мундиали скоростные трамваи будут доставлять болельщиков на Самары-арену. Готовность объекта – 75%. Специалисты прокладывают рельсы и строят тоннель, который будет проходить под улицей Дальнее. Он нужен для того, чтобы трамвайные составы не задерживали автомобильные движения. Длина путепровода – 380 метров, а протяженность новой трамвайной ветки составит чуть более 2 километров. Также к этому объекту есть такие подобъекты – это энергетическое хозяйство. То есть для обеспечения бесперебойного движения трамвайных составов от железнодорожного вокзала до стадиона предусмотрено строительство трех новых тяговых трансформаторных по подстанции, которые будут давать напряжение в контактную сеть. Значит, на текущий момент по одной тяговой подстанции, это в районе улиц Галакцилоновская и Вилоновская, работы завершены на 80%. По двум другим они находятся в начальной стадии, ну, готовность как бы в районе там 50%. Бетонные работы в тоннеле закончат к 30 октября. Так, к марту 2018-го планируется завершить все работы, которые включают в себя не только прокладку трамвайных путей, но и установку освещения, а также строительство диспетчерского пункта. Сейчас с диспетчерским пунктом, коробка этого диспетчерского пункта сделана, построена, виды начатые работы по инженерным коммуникациям и отделочные работы внутри самого диспетчерского пункта. Стоит отметить, что строительству мешали несанкционированные здания. Однако они уже демонтированы, работы продолжаются. Не поглодая рук, трудятся специалисты на реконструкции четвертой очереди набережной на улице Лесная. Это зона отдыха, протянувшаяся от улицы Осипенко до Силикатного оврага, знаковое место как для горожан, так и для гостей Самары. Работы начались весной и продолжаются до сих пор. Здесь разместят объекты массового отдыха людей, площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, клумбы, дорожки и малые архитектурные формы. Согласно плану проекта, на набережной отреставрируют монумент Ладья, отремонтируют тротуары с использованием плитки. Здесь же появится фонтан площадью 385 квадратных метров, аналогов которому в России пока нет. Реконструкция идет согласно графику. На площадке работает более 150 человек, задействовано 35 единиц техники. Основные работы сейчас ведутся по обустройству тротуарных, пешеходных дорог. Приступили к работам по асфальтированию. Ведутся работы по обустройству автополива, наружного освещения, электроснабжения. Работы по устройству бетонирования выполнены порядка 90%. Работы по обустройству амфитеатра, лестничных спусков выполнены более 95%. К чемпионату мира эта территория полностью преобразится. Стоимость реконструкции набережной около 600 миллионов рублей. Все меняется на площади Куйбышева. Самая большая площадь в Европе, сердце Самары и всего региона. Она тоже на ремонте. На данный момент здесь уже обновили освещение, а также уложили больше половины нового асфальтобетонного покрытия. Оно будет трехслойным. При этом специалисты применяют полимеры. Благодаря этому асфальт будет более прочным. Прохождение крупной техники во время парадов его не повредит. Сделали специальный рецепт для укладки верхнего слоя, для того, чтобы можно было проводить и парады, где будут у нас ходить крупные техники, танки. И также была возможность для катания на роликах, на велосипедах. Работа не стоит и в четырех скверах, которые расположены на территории самой площади. Два готовы практически на 90%. В парках обновляют газон, тротуары выкладывают плиткой. Кроме этого, там будут установлены новые скамейки, урны и освещение. Старые ограждения демонтировали и отправили на реставрацию. По скверу, значит, что еще у нас идет? Установка столбов реставрации. То есть у нас получается так, что в процессе ремонта многие столбы просто разрушились. Но так как мы хотим сохранить историческую ценность, те столбы, которые мы смогли привести в порядок, мы их привели в порядок. Те, которые рассыпались у нас на ходу, мы их восстанавливаем полностью. Также в парках высадили 30 елей и 375 деревьев и кустарников. Это рябина, береза, яблони, липа, боярышник, спиреи, туи и каштаны. Общий объем работ выполнен на 70%. Завершить ремонт площади Куйбышева планируют в 2017 году. Для проведения фестиваля болельщиков FIFA во время чемпионата мира по футболу 2018 года на площади установят бесплатный Wi-Fi. Данила Рябчиков, Павел Пресняков, телекомпания «Отрадный». Неделю назад на базе отдыха «Салют» Красноярского района состоялось мероприятие акционерного общества «Самара-нефтегаз» под названием «От поколения к поколению». Оно является ежегодным, организуется с целью укрепления преемственности поколений, а также возможности общения и взаимодействия молодого поколения нефтяников с ветеранами отрасли. «От поколения к поколению» – так называется ежегодная встреча, проводимая акционерным обществом «Самара-нефтегаз». Участие в ней принимают как молодые специалисты, так и ветераны отрасли. Основная цель – преемственность поколений, передача навыков, опыта молодым. В этот раз на базе отдыха «Салют» Красноярского района собралось более 150 специалистов акционерного общества со всех уголков Самарской области. От северной группы месторождения в мероприятии участвовали 12 молодых специалистов и 8 ветеранов. Программа пребывания была чрезвычайно насыщенной. Встреча с руководством, где нам объяснили нашу программу, поздравили там с праздником, пообедали. После обеда у нас была подготовка к КВН, там нам молодые специалисты, они сначала готовились, а потом показывали нам КВН. И перед КВН, значит, было поздравление ветеранов заслуженных, и наших молодых специалистов они посвящали в нефтяники. То есть там было помазывание нефтью, давали они там клятву, наши эти молодые специалисты. В этом году церемонию посвящения в нефтяники проводили заместитель генерального директора по развитию производства Олег Голодунов, заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Игорь Таргашин, а также председатель первичной профсоюзной организации акционерного общества «Самара-нефтегаз» Геннадий Зотов. 30 работников прошли церемонию и получили дипломы о присвоении им звания молодой специалист АО «Самара-нефтегаз». Также было запланировано и тесное общение молодежи с ветеранами. Ветераны там делились своим опытом перед молодыми специалистами, те обещали достойно продолжать дело ветеранов, я имею в виду молодые специалисты. Мне, например, очень нравится, потому что вот смотришь на молодых, какие они приходят к нам, молодые, энергичные, творческие. Грамотные ребятишки, инициативные, целеустремленные, я их знаю, это друзья моего внука там были, я их знаю вот так вот, и сейчас уже вижу, что они повзрослели, обучились, уже опыт есть, практика есть. В рамках встречи прошла еще целая серия награждений, от лучшего молодого специалиста до лучшего наставника. Итогом же всего мероприятия стала совместная посадка памятной аллеи. Молодые, и мы приняли участие не то, чтобы пальцем показывать, а непосредственное участие в посадке этой аллеи, елочки посадили. Надеемся, что будем ездить, проверять ежегодно, как они там приживаются. Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере. Все участники получили много положительных эмоций и впечатлений, не только от общения друг с другом, но и от уверенности в том, что преемственность традиций и передача опыта от поколения к поколению продолжается. То, что вот не забывают, и то, что вот эта связь существует, она какой-то стимул дает. Само мероприятие очень позитивное, нам очень оно понравилось. И оно проходит каждый год, и каждый год что-то новое. Дмитрий Сурков, Служба новостей телеканала, Радуга-3. Вчера отмечался Всемирный день мира. В нашей стране ежегодно проводится целая серия мероприятий, приуроченных к этому празднику. В Серьевском районе вчера на базе Суходольской первой школы вспомнили всех погибших в Великой Отечественной войне. Валентина Поликарпова продолжит далее. Всемирный день мира отмечается ежегодно 21 сентября. Основная цель праздника – привлечь большое внимание человечества к достижению стабильности мира без каких-либо угроз и насилия, гарантий будущего нашей прекрасной планеты – Земля. В связи с этим проводятся такие мероприятия, при помощи которых можно показать людям, сколько в нашем обществе существует нелепых смертей, как много ненависти и злобы. В минувший четверг акцию «Ко дню мира» провели и в Суходольской первой школе. В ней приняли участие первые и вторые классы. Как здорово под мирным небом жить! Вокруг цветут цветы, щепечут птицы, повсюду слышит звонкий детский смех и спрятая счастье у прохожих лиц. Как страшно жить в военный грозный час, увидеть смерть безжалостные войны. Целите счастье, что у вас в руках. Не нужно больше уважать утопших в крови. Акция под названием «Голубь мира» проводится в Суходольской первой ежегодно. В этом году впервые было организовано столь масштабное мероприятие. В течение дня тематические классные часы были проведены для всех учащихся. Но главное действие происходило на улице при участии младших классов. Каждый из них отправил в небо шарик с голубем мира. А на каждом голубе – имя земляка, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Цель, основная цель этой акции заключается в том, чтобы почтить память погибших, которые отдали свою жизнь за то, чтобы мы жили под мирным небом, чтобы нам светило солнце, чтобы у нас была возможность получать образование, жить и радоваться жизнью. Все люди нашей планеты отмечают Всемирный день мира как отказ от насилия и братоубийственных войн. Праздник этот задуман Генеральной ассамблеей ООН. Такое решение было принято в 2001 году. Всем, без исключения странам, поступило предложение в этот день прекратить все военные операции, не проливать кровь хотя бы 24 часа и проводить акции, касающиеся проблем мира. Валентина Поликарпова, Антон Иванов. Для информационной службы телекомпании «Радуга-3». Далее немного о спорте. С 16 по 18 сентября в городе Нальчик проходил чемпионат России под зюдо. Среди участниц и наша землячка Мария Персидская. На предварительной стадии наша спортсменка добилась легких побед над соперницами и уверенно вышла в полуфинал. Там Мария Персидская встретилась с представительницей Урала. Равная борьба завершилась в середине схватки, когда наша землячка провела великолепный прием, оцененный судьями как в Азари. Осталось лишь удержать преимущество, что представительница Самарской области с успехом и сделала, заявав право выступать в финале. Решающая схватка с московской спортсменкой получилась под копирку полуфинала. Снова равная борьба до середины, а затем Мария проводит свой коронный прием. В итоге получает оценку в Азари и сохраняет перевес до финальной сирены. Великолепная победа, отличный результат. Сергиевская спортсменка становится чемпионом России. В минувшую среду в Суходоле состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Сергиевского района по футболу. На стадионе «Алим» встречались «Буровые технологии» и «РН-сервис». Это была вторая встреча. Для того, чтобы выйти в следующий этап розыгрыша, команде «РН-сервис» необходима была победа с разницей в два мяча. Нынешняя система розыгрыша слегка замысловатая, но со своей интригой. Пять команд принимают участие во втором по значимости районном турнире. На первой стадии четыре коллектива разбиты на две пары и определяют сильнейшего серии из двух матчей. Победители выходят в следующую стадию, где к ним присоединяется действующий чемпион «Нефтяник». В итоге три команды проведут однокруговой турнир, который и определит обладателя заветного трофея. В течение двух последних недель проводятся полуфинальные матчи. Так в среду вечером на стадионе «Олимп» сошлись «РН-сервис» и «Буровые технологии». Эти команды между собой уже встречались. Первый полуфинальный матч проводился здесь же и принес победу номинальным хозяевам, в роли которых выступали буровики 4-2. Теперь же хозяевами значились футболисты «РН-сервиса» и для общей победы команде необходимо было выигрывать с разницей в два мяча. Четко осознавая поставленную перед собой задачу, коллектив, в составе которого в этот вечер на поле вышел Камо Брайан, с первых минут завладел преимуществом и повел наступление на владение Дениса Панкова. В стартовые 15 минут у ворот «Буровых технологий» возникло два голевых момента, но хозяев подвела реализация. В одном из эпизодов Василий Селиверстов обязан был забивать, но мяч пролетел мимо цели. Тем не менее, штурм принес успех. На 20-й минуте Павел Купряев нарушил правила в собственной штрафной, и судья матча Илья Либакин указал на 11-метровую отметку. Камо Брайан исполнил удар безукоризненно 1-0. После забитого мяча хозяевам бы продолжить, но игроки в черной форме зачем-то отошли назад. То ли взяли передышку, то ли испугались собственного преимущества. Как следствие, «Буровые технологии» прижали оппонента к его воротам и быстро равновесие восстановили. Артур Яковлев оказался расторопнее после навеса в штрафную площадь 1-1. Здесь бы самое время РН-сервису вернуть все на круги своя, но инициатива была черными безвозвратно потеряна. До перерыва игра проходила в основном на их половине поля. После отдыха сценарий матча не изменился. До финального свистка скорее «Буровики» были ближе к успеху, нежели РН-сервис. Не помогло хозяевам и удаление Павла Купряева. В десятером гости умело сдерживали наступательные порывы оппонента, а на последних минутах нанесли разящий удар. Все тот же Артур Яковлев оказался перед воротами и низом отправил мяч в сетку. 2-1 «Буровые технологии» отпраздновали победу и вышли в финальную часть, где их уже ждет нефтяник. Кто же будет третьим участником, выяснится чуть позже. Сургут на этой неделе проведет встречи с Колосом и с Кармала Аделякова. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». В завершении выпуска переходим к материалам наших губернских коллег. Передаем вам слово. Крупные предприятия авиационно-космического кластера, РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», «Авиакор», «Тяжмаш» и ряд других сегодня обеспечены крупными государственными заказами. Динамично развиваются автомобилестроение. Автоваз показывает 25-процентный рост продаж. А в ближайшие годы на заводе запустят производство 30 моделей трех брендов. У нас очень мощный машиностроительный комплекс. 37% доля машиностроения в промышленном производстве. Пятерку лидеров страны входим по доле машиностроения. Это космическое машиностроение, это авиационное машиностроение, это, понятно, Тольятти наш, автоваз и все, что связано с автовазом. Это, конечно, вещи, которые известны всей стране и определяют, может быть, лицо, и не только лицо, а и во многом будущее в целом машиностроение нашей страны. В этом ваша заслуга. Заслуга и руководства предприятий, и тех людей, которые вот этими своими руками делают то, чтобы мы все могли гордиться нашей отраслью. Сегодня в области машиностроения занято более 130 тысяч человек. Лучшие из лучших в своей профессии собрались в этом зале. Губернатор от имени главы государства вручил награды. Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени получил директор производства автогиганта Анатолий Евгеньевич Гришин. Хочу выразить слова благодарности руководству автоваза, правительству губернии, ну и президенту, который оценил, я считаю, наш труд достойный, и это показали сегодняшние модели Веста и Эксрей, на которые мы делаем практически 100% штамповку. Почетный знак за труд во благо земли Самарской получил Геннадий Иванович Платонов. На Сузранском тяжмаши он проработал более 56 лет. Инженер-конструктор отметил, благодаря поддержке губернатора промышленность региона активно развивается. Только за последние пять лет запущено более 60 новых производств. Спасибо руководству нашей области, вам, Николай Иванович, за создание такой награды. Не всякая область, наверное, может похвастаться наличием таких наград. Вы своими делами, собственно, как народный наш губернатор утверждаете хозяйским именно подходом ко всему и озабоченностью утверждаете пословицу русскую «Не место красит человека, а человек место». Здоровья вам, дай Бог, и удачи. Одна задача на всех – вывести отрасль на качественно новый уровень, чтобы конкурировать на мировом рынке, отметил губернатор. Сегодня созданы все условия для динамичного развития, особенно в Тольятти. Город по инициативе главы региона и поддержке президента России в прошлом году получил статус территории опережающего социально-экономического развития. К тому же планируется, что в Автограде будет создан крупнейший инжиниринговый центр. Есть понимание руководителей, есть понимание специалистов и понимание того, что нам надо сегодня самим и только самим творить, идеи рождать, воплощать, может быть, насколько можно быстро в жизнь. Губернатор отметил, тяжелый труд каждого человека, занятого машиностроительной отрасли, укрепляют экономику региона, а значит, улучшаются условия жизни людей. Виталий Портнов, Дмитрий Аллатрцев, Новости губернии. Он полюбил борщ и уже привык к русским зимам. Чезаро Марии Рогальини на встрече со студентами и преподавателями Международного института рынка признался, русские очень похожи по духу и менталитету на итальянцев. Дипломаты уверены, экономические и культурные связи между странами еще будут укрепляться. Я видел, как у вас активно проводятся работы. Область в полной мере воспользовалась возможностями, которые предоставляет проведение чемпионата мира. У вашего правительства очень большое стремление к реновации всей инфраструктуры. Я уверен, что чемпионат будет организован на столь же высоком уровне, как Олимпиада в Сочи. На встрече с губернатором речь шла уже о конкретных направлениях взаимодействия. Как признался дипломат, после введения санкций экспорт в Россию сократился, но появились новые возможности для инвестирования. Сотрудничество сторон налажено исторически. Об этом свидетельствует даже переименование в 1964 году Ставропля в Тольятти в честь генерального секретаря итальянской коммунистической партии или помощь концертных ФИАД в строительстве автоваза. Что касается дальнейшего сотрудничества, мы готовы в самых различных сферах то, чем мы занимаемся, да и не только, может быть, то, чем мы занимаемся. У нас много возможностей. Сейчас у нас в Тольятти получила статус территория опережающего развития. Там можно развивать любой бизнес, не обязательно автомобильный, или там сложившийся, а любой, на очень выгодных условиях. Там очень серьезные преференции даются. В числе приоритетных направлений для сотрудничества глава региона назвал автомобилестроение, химическую промышленность, производство лекарственных препаратов, сельское хозяйство, а также переработку. В этом году в Самарской области рекордный урожай – около 3 миллионов тонн зерна. Губернатор высказал заинтересованность и сотрудничество в сфере высшего образования. В последнее время в регион активно приходят крупные инвесторы, в том числе иностранные. Так в области плодотворно работают французы. Открыто несколько масштабных производств. Во время разговора посол постоянно делал заметки в блокноте, чтобы уже в ближайшее время рассказать предпринимателям Италии о комфортных условиях для ведения бизнеса в Самарской области. Ольга Павловская, Георгий Федоров, Сергей Павлов, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии. Белорусы, татары, мордва, чуваши, осетины, таджики, русские. В Самарской области проживают представители 157 национальностей – День дружбы народов. В регионе не просто праздник. Он отмечается с 2014 года. У меня очень много друзей, очень много одногруппников разных национальностей. Я думаю, что это замечательное мероприятие, которое помогает всем нам сплотиться. И понятно, что мы живем в одной стране. Самарская область – единственный регион в стране, где отмечают День дружбы народов. С особым размахом – праздничный концерт с участием творческих коллективов. Представители наций в народных костюмах. Работы тематических площадок, где можно познакомиться с традициями. С праздником жителей региона поздравляет губернатор. Мы живем здесь в мире, в дружбе, в согласии, уважая культуру, обычаи, традиции друг друга. Уже на генном уровне все сформировалось так, что уже мы не можем друг без друга. Мы дополняем друг друга, мы помогаем друг другу. И от этого наша страна, Россия, становится великой, сильной. Тем, кто живет по такому принципу и укрепляет дружбу и сотрудничество между народами, вручили почетные знаки, грамоты и благодарности. Спасибо за высокую оценку моей скромной деятельности. Хочу сказать, что деятельность, которую проводите вы, уважаемый Николай Иванович, на посту губернатора нашей области, направленная на укрепление межнациональной дружбы, сотрудничества, на сохранение языка, культуры и традиции народов. В числе награжденных и сотрудник нашей телерадиокомпании, ведущая программы «Дом дружбы» Лилия Валеева, наградили и губернатора. За укрепление дружбы и согласия на территории региона Николаю Ивановичу Меркушкину вручили первый орден дружбы – Союза народов Самарской области. День дружбы народов в следующем году планируют отметить в национальной деревне. Сейчас здесь готовы уже 17 домов из 22. Ну а на месте, где мы сейчас стоим, будет располагаться площадь вместимостью до 10 тысяч человек. Это самый такой родной праздник для Союза народов Самарской области, для Дома дружбы и для правительства Самарской области. Еще один шаг к сближению, к укреплению дружбы между народами. Строительство еще идет в основе парка принцип правенства всех культур и народов. Поэтому для строительства выделены равные участки. Все подворья будут иметь одинаковые размеры – по 5 соток земли. Ход работ в татарском, мордовском, чувашском домах изучает губернатор. Глава региона отмечает, важно максимально точно передавать национальные традиции, вплоть до резьбы на наличниках окон. А там всегда был сквозной вырез. Всегда. Сквозной вырез, он смотрится совсем по-другому. Корабельное, вот как корабельное. Как хорошо, что он действительно… Нет, нет, нет. Вот есть, это не рисунок, это тут рисунок. А там вырезалось сквозной вырез. Все замечания обещают исправить. Объект должен стать новой точкой притяжения жителей и гостей города. Здесь будут проходить национальные свадьбы, праздники и выставки. Этнокультурный комплекс «Самария» откроется уже в сентябре 2018-го. Национальная деревня будет действительно знакомить с бытом народов, проживающих в Самарской области. Мария Шпакова, Сергей Александров, Новости губерния. Позади экзамены и вступительные волнения. Впереди веселое студенческое время и мечты о будущем. До сессии далеко, а значит можно праздновать, делиться впечатлениями от первых учебных недель и грандиозного посвящения в первокурсники. Ну это так необычно, но очень здорово. И я нашла много новых друзей. И все очень интересно. Правда, сложно иногда бывает. Масштабы очень большие, поражают. Уже я со всеми встретилась, с самими бывшими одноклассниками. С многими уже познакомились, так что все очень классно. В этом году в ВУЗы и СУЗы Самарской области поступили более 8,5 тысяч человек. В том числе и выпускники школ 70 регионов страны. Все реже абитуриенты покидают регион. Цифра сократилась в 2,5 раза. А вот число приехавших из других субъектов России выросло почти вдвое. Задача сделать Самару еще более привлекательной не только для туристов, но и молодежи, отметил губернатор Николай Иванович Меркушкин, поздравляя первокурсников. Для нас это исключительно важно, что наши ВУЗы становятся престижными. Если 5-6 лет назад ни один наш ВУЗ не входил в 50 лучших ВУЗов нашей страны, то сегодня по итогам прошлого года 4 ВУЗа наших вошли в 50 лучших ВУЗов страны. Наш ВУЗ, Государственный университет имени Королева, в топ, в мировом глобальном рейтинге. За 4 года перешел в 2000 ВУЗов, обошел в мире и вошел в 600 ВУЗов уже самых лучших мира, которые определяют, может быть, весь прогресс на нашей планете. Наша задача, чтобы наш университет вошел в топ-100 мира, и мы по этому пути очень активно идем. В губернии создано мощное научно-образовательное ядро. Самарский университет, два опорных ВУЗа России, сам ГТУ и ТГУ, а также медицинский, который возглавил кластер профильных ВУЗов по Волжье. Региональная система образования имеет все шансы стать конкурентоспособной на общероссийском и мировом уровне. Для вас есть все – библиотеки, общежития, спортивные площадки. Вот я вам скажу, 5,5 лет нашу область возглавляет губернатор Николай Иванович Меркушкин. За это время ВУЗы нашей Самарской области получили из областного бюджета почти 3 миллиарда рублей. Такого не было никогда, ни в советский период, ни в постсоветское время. Мы знаем, что Россия рассчитывает на вас, и вы станете основой развития нашего государства. Добрый путь, успехов вам! Приветствие студентам всей страны передал председатель правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев. Он отметил, что за время своего существования этот уникальный проект стал ярким и красочным молодежным праздником. Самарский парад первокурсников присоединился к общероссийскому. Участниками масштабного посвящения и телемоста с Москвой в общей сложности стали 300 тысяч студентов и 36 городов. Мы хотим передать вам огромный привет! Все вместе! Собара! Вперед! Кульминация посвящения – клятва, слова которой подхватывает вся площадь славы. Использовать полученные профессиональные навыки и опыт для укрепления могущества и процветания России – клянемся! 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 А вот и главный символ студенчества – зачетная книжка. Первокурсники 36 высших и профессиональных учебных заведений Самарской области. Впереди у них годы учебы, открытий, творчества и дружбы. Они только что произнесли клятву студента, и это теперь их ко многому обязывает. Алена Власова, Александр Каракулько. Новости губерния. На сегодня все. Далее прогноз погоды на завтра. Информационная служба продолжает следить за развитием событий. В студии был Дмитрий Сурков. До свидания. Спонсоры прогноза погоды – ортопедический салон «Ортотека» и торговый дом «Любимый». Работа на участке, ремонт или отдых просто немыслимы, без многих мелочей. Торговый дом «Любимый» вам в помощи в этом вопросе. У нас найдется все. Унитазы и раковины, смесители и мебель для ванны, электроинструменты самых популярных марок в мире, а также саморезы, крепеж, импортного и отечественного производства, огромнейший выбор бра, люстр, светильников, комплектующих к ним, в широком ассортименте товары для сада, огорода, дачи. Кроме того, у нас вы можете приобрести двери входные и межкомнатные на любой вкус, любых размеров, различная цветовая гамма, широкий модельный ряд, оптимальное соотношение цены и качества. Торговый дом «Любимый» – село Сергиевск, улица Ленина, напротив школы номер один. Индивидуальный подход к предпочтениям и вкусу каждого покупателя. Большой выбор и приемлемые цены на товары для здоровья. Дорогие друзья, в селе Сергиевск открылся ортопедический салон «Ортотека». В наличии и на заказ трости, костыли, корсеты, антиварикозный трикотаж, ортопедические стельки и многое-многое другое. Мы находимся в селе Сергиевск, улица Карла Маркса, 45, второй этаж, секция номер 3. Справки по телефону 8 963 91 31 973. Ортопедический салон «Ортотека». Пусть движение приносит радость. В субботу 23 сентября на территории Сергиевского района ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха плюс 16 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра протутного столба. Относительная влажность воздуха 63%. Ветер северный 2 метра в секунду. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова